Давайте я что-то попробую найти, а вы показываете свои вопросы. Давайте я попробую найти какие-то картинки, видео, а вы показываете свои вопросы ко мне, либо к Володе, либо к самим себе. Вопрос у меня такого... Ну вот, твоя деятельность на улице, она же, как бы, говоря языком юриспруденции, нелегальна, то есть, как бы, ну, так, вопреки кому-то административному кодексу. И вопрос у меня не про легальность или нелегальность, а каковы стратегии вообще взаимодействия с институциями, являясь нелегальным художником на улице и сотрудничая с топовыми институциями города Москвы, где... Смотри, топовая институция города Москвы, это Зураб Церетели, мы друг друга не знаем, хотя я ее в работе видел. И, собственно, у меня очень простая позиция, они сейчас вообще в кризисе, у них у всех нет денег, я им периодически подкидываю. А смысл такой, лежачих не бьем. Они, ну, они реально, вот они много сделали в 90-е, там, конкретно Лена Селина, Айдан Тайровна Салахова, там, кто там еще, ну, в общем, разные ребята, девчонки, пацаны, там, Женя Вита, Лена Баканова, там, Марат Александрович Герман. Но сейчас у них у всех, в основном, ну, в общем, депрессия, и, собственно, я решил, лежачих не бить, поэтому, когда они дают деньги, я беру. Я не об этих фигурах спрашиваю. А о ком? Например, городская власть. Это упыри все ленивые. Да, но если... Каков, смотрите, очень важно, Андрей Сальников, который построил, найдите в партизанинге, партизанинг.орг, найдите статью «Повыше залезть, подальше прыгнуть». Андрей Сальников, построивший за свои деньги, из своих материалов самодельную площадку детскую, обыграл Капкова. Капков – это министр культуры РФ в номинации «Новая интеллигенция». Все эти люди под названием, там, пиджаки синтетические, они скоро уйдут в историю. Как говорит Навальный, мы здесь власть. Да, я не против, но в контексте твоей нелегальной деятельности, если, например, тебе обращаются представители муниципальной власти для какого-то паблик-арт-проекта, то есть ты их игнорируешь или каким-то образом сотрудничаешь? Если сотрудничаешь, то какова твоя стратегия? Ну, стратегия очень простая. На самом деле, я считаю, что все люди по-прежнему пока не умерли и пока не стали трупами, поэтому есть так называемая признанция невиновности и есть всегда шанс у человека раскаяться, как по Библии, да, один раскаившийся грешник лучше сотни не грешивших праведников. Поэтому я не игнорирую ничьи обращения, но часто мы просто обрываем контакт, когда бюрократический объем документов либо кодов. То есть, например, вот есть такой известный анекдот, что хозяина компании «Хонда» часто не пускали на совещание, организованное им самим. То есть, понятие дресс-кода, либо понятие соответствия какой-то иерархии. А тут я показываю проект, когда я номеровал все подряд. То есть, я решил восстановить номера гаражей и решил потом поднумеровать вообще все. Ну, чтобы номера были просто. Собственно, когда хозяина компании «Хонда» не пускали на совещание, организованное им самим, это свойственно Москве. То есть, это свойственно вообще, я думаю, и Киеву, и любому городу мира, где достаточный объем бюрократов. Ну, я сочувствую этим людям, потому что им со мной лучше, чем без меня. Опять-то о людях. Я их спрашиваю об этих структурах. Эти структуры – это миф. Нет структуры, есть люди. Володя, везде всегда можно договориться с человеком. Если человека там нет, то не с ним договариваться. Всегда можно позвонить в пол первого ночи, искать завтра, востолько это, востолько это сделано, не пропуск. То есть, я подозреваю, что эти люди не проводят параллель между тобой, как представителем, ну, например, каких-то официальных проектов, как проект «Стена» на заводе, и тем вандализмом, который они… вандализмом с точки зрения административного кодекса, который ты делаешь на улице. Ну, собственно, все эти люди занимаются вандализмом. Если честно, я найду, покажу, каким. Они все ставят, они все ставят свои, ну, то, на чем они ездят, машины, они все ставят где попало, и мы с ними действуем, собственно… не могу показать, как, к сожалению. Потому что, ну, в общем, мы будем суем кирпичи и подборники. Давайте посмотрим, здесь вот оно, видео про то, что я про проект, который заговорил, Володя, про мост, чтобы было просто чуть веселее. Все равно откроется, конечно. Я думаю, что главная проблема… Это просто много, это 2000 метров квадратных. Это наша главная проблема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ну, собственно, понятно. Может, все какие-то вопросы есть у кого-то? Да-да, вопрос. А ты все свои работы документируешь? Нет, не все. Я документирую все работы, на документации которых есть время. То есть у меня нет, например, фотоаппарата. Я часто просто нанимаю фотографа и либо с ним обмениваюсь натурой, либо просто его убеждаю, что надо стритофировать, либо плачу деньги. Потому что мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. Мое дело ходить по улице, собирать там мусор, подкладывать кирпичи, подворинки машин. Он тут умеет снимать, знает выдержку, диафрагму, знает Брессоны, Кортье, Бориса Михайлова. Я не знаю. Вот тут работа хорошего белорусского автора Сережи Похотина. Давайте вопросы. Картинок много, картины до утра хватит. Откуда тексты берутся? Они заранее подготовлены? В 95% случаев они приходят на месте, но я хожу в обычную группу здания, один группу сделаю, чтобы понять, что нужен ли это текст здания. То есть такая проверка. Если за вот эти 30 секунд или 2 минуты текст не выветрился, то текст остается. Есть ли у тебя какие-то здания со статусом неприкасаемых? Да, Мавзолей. На самом деле это большая проблема, потому что Киев, как и Москва, как и Прага, Мадрид, это сплошь культурные ценности, но искусство, я при этом не претендую на искусство, любой деятельности вменяется в обязанности, и естественно для нее является быть адекватной сегодняшнему дню. Поэтому если вы совсем не хотите, чтобы у нас в ваших зданиях писали, то тогда вообще запретите туда использование его как бизнес-центр, либо как офис какой-то компании, просто превратите все в музей. Мы не можем прететь в музей всю нашу страну или всю страну под названием Украина, поэтому все так и дальше переосмысляется, реорганизуется, и часть зданий подвергается легким формам вандализма. Есть еще тяжелые формы вандализма, это перестройка, это так называемая реконструкция, это размещение лайтбоксов, кондиционеров. Граффити это довольно безвредная фигня, ее можно закрасить, смыть. То есть я считаю, что мой вандализм, когда он происходит, намного менее агрессивен и не уничтожаем, не нивелируем, нежели вандализм, который реализует компания рекламная или богородостроительная. В большинстве случаев это легально. Да, это чаще всего происходит легально, но, например, я не знаю, как в Киеве, но в Москве, ну точно так же, наверное, в Киеве, например, в Москве, если ты хочешь сделать вывеску, вот ты открываешь бар, кафе, магазин, тебе нужно сделать вывеску, тебе нужно пройти 4-5 инстанций для согласования вывески металлической или пластиковой, а баннер просто две инстанции, это называется временная конструкция рекламного характера. Поэтому все увешано баннерами, легально разрешенными, поверх лепнины, поверх атлантов, поверх фризов красивых. Разумеется, мы все это срезаем, и, ну не все, конечно, до всего руки не доходит, получается обычно что-то в духе... Сейчас найду... Ой-ой-ой... В общем, я не найду, но вот тут... А, вот так, получается, вот мы срезаем, вот так получается. Что-то странно что листается, в общем... Вот пример такой очень характерный, характерный. Была прекрасная фреска самодельная, такая, арбрю, лоу-фай, человек нарисовал, либо кого-то призвал нарисовать на входе в зоомагазин. Хомяк леет в живот другому хомяку. Потом он подумал, что это уже все неадекватно реальности. Открыл фотошоп, открыл какой-то файлообменник, скачал оттуда клепарт, распечатал что-то. Ну, понятное дело, мы это зарезали, срезали и вернули историческую достоверность. Роготворности очень мало в городе стало, все стали делать из баннеров. Ну, или просто, например, еще строители, либо диверсские компании, они огораживают собственную деятельность заборами. Я прорезаю в них глаза, чтобы можно было подсмотреть, что же там происходит. В первой половине разговора ты приводил пример писательного субкультурного, почти галерейного искусства, что нет смысла людям, которые пришли в цирк и не способны по каким-то объективным причинам воспринимать бодрия, нет смысла ему показывать. Мне кажется, что таким образом показывая в цирке цирк, то есть люди получают свое, фан какой-то, и уходят вдохновленные по домам работать, ну или по работам. Очень странно, очень важно, вы затронули проблему, проблему потыкания и поддакивания общественному вкусу, которому вменяется в обязанности раздавать пощечину, либо там пощипывание. Я думаю, что правильно просто троянским конем засылать их в потребление какие-то более сложные идеи, которые через полчаса, а через час, когда они придут домой, включат свой YouTube, Facebook, НТВ, там, УТ-1, они раскроются. То есть они, типа, думают, а, ну это очередной фан. А на самом деле у них, там, им станет грустно или интересно, или у них возникнут какие-то сомнения. То есть должно быть всегда несколько пластов считывания, несколько разных посылов, которые воспримутся и разовьются темпорально позже чуть-чуть. То есть чисто в потакании, там, чистых девок с сиськами я не рисовал. Это вот лавочка, вот просто в Кривом Роге, где я жил три недели, а до этого два года это распространено, а в Москве не очень. И мы делали лавки, просто расставляли их в городе. И что самое смешное, они, во-первых, были восприняты на ура людьми, но у меня нет фотографий, к сожалению, но администрация это восприняла совсем не на ура, и все перекрасила в серый цвет, потому что все боятся оранжевой чумы. В серый просто перекрасила все. Можно вопрос по поводу диалога с коммунальными службами, и как-то этот диалог развивается, и, может, какие-то примеры? Ну, я понимаю, что их реакция часто бывает жесткой. Вот такая у них реакция. У них реакция, любая структура, и, в общем-то, свойственна не только госструктурам, не только административным структурам, любым, у них задача только одна – воспроизводить самих себя. То есть это касается музейных компаний, компаний часто в бизнесе, компаний любого характера. У них желательное идеальное существование – это болото. Такое болото тихое, где редко очень кто-то квакнет. Поэтому, если есть такая возможность, мы с ними не сотрудничаем. Мы понимаем, что мы тем самым обрекаем их на еще большее. Я говорю, мы имеем в виду как раз вот товарищи из партизанинга. Обрекаем их на еще большее забвение и самопаразитизм. Но, честно говоря, может быть, им там и надо как-то догнивать. Я не совсем об этом хотел задать вопрос. Вопрос в том, что они как-то же реагируют, и, может быть, а вы на ответ реагируете на то, что они делают? Они там могут что-то закрасить, да? Вы можете какой-то ответный жест произвести? Нет, нет. Есть такой белковский, по-моему, политолог неплохой. Он верно отмечает, что на определенной стадии деградации любая госструктура, любая крупная структура, она принимает решения, реализует решения, не связанные с ее воспроизводством и сохранением. Вот это в очень большой мере касается коммунальной службы города Москвы. То есть, когда я вижу на центральных площадях города, на судовом кальце, столбы, обмазанные солидолом, солидол – это такое смазочное вещество, чтобы там не клеили объявления, это в центре города, в общем, делают люди с хорошей зарплатой, в хороших костюмах. Я понимаю, что с ними взаимодействие просто невозможно. С солидолом обмазывают столбы. Вопрос о такой эстетической цензуре, как ты приводил пример. Бывало ли когда-нибудь, чтобы коллеги по цеху цензурировали твои работы? Ну, они нет, они не цензурируют, потому что цензуирование работы недостаточно аттрактивное, довольно скучное, они просто портят. Там пишут какие-то ругательства на английском языке чаще всего. У меня такой вопрос этнографического характера. Известно, что в Москве в коммунальных службах огромное количество, то есть вообще состав коммунальных служб Москвы очень полиэтнический. Были ли у тебя какие-то диалоги с, как их называют, таджиками? Знаешь, я понял вопрос. Это очень красивая история, потому что вот однажды мы обсуждали историю под названием, один мой товарищ, он этнический гомосоветикус, или русский, и он написал на стене, по сути, куда еще одного безумного закона, еще не вот в эти последние годы, а прежде, «Стыдно быть русским». И таджики это закрасили. Я уверен, что таджики не знали, что они закрашивают. И, собственно, я ничего не имею против таджиков, да и против русских тоже. Но часто бывает так, что человек не знает, что он делает, не ценит, не считывает, не рефлексирует на собственную деятельность либо на деятельность ту, которую он разрушает. Я думаю, что надо было бы всем таджикам в Москве, или в Питере, или в Киеве, я не знаю, вы здесь пользуетесь с услугами кого? Тоже таджиков, других этнических? Украинцев. Украинцев. Ну, разные украинцы бывают, восточные, западные. Выдать просто квартиру и привязать их к пространству, тогда бы они ценили его, тогда бы они здесь жили, а не только работали. Потому что Москва – это просто город-катастрофы, 90% населения не просто временного, а временного год-два-три, и во всех планах, в принципе, куда-то уехать. В Европу, обратно в деревню, в райцентр. То есть за коренное население никто не выступает за этническую обоснованность, но за обоснованность историческую, за обоснованность взаимодействия, ну, мне бы хотелось, чтобы люди, которые приезжают в мой город, приезжают туда не только зарабатывать деньги, но и как-то его менять для себя, для них самих. Ну, примеры были? Примеры очень простые. Ну как, ну таджику говоришь, слушай, я тут русский, я тут живу, давай иди сюда закрась, там подкрась, он и подкрашивает. То есть он боится, он очень напуганный такой зверь, человек напуган любым. Это он начальнику отвечает или тебе? Мне любому. Они напуганы. Они живут там по восемь человек в комнате. И у них был гостя просто. Витя, вопросы? С полицией последнее время как? То есть сейчас жёстче относятся или более лояльно, чем раньше? Или нет изменений, всё стабильно? Я думаю, что изменения двоякого рода, то есть часть полиции отстаивает в личном качестве, в личном прецеденте вот эту антинародность, о которой многократно уже говорили деятели биоленточного движения, в кавычках. А другая часть полиции, наоборот, понимает, что они немножко лишние на этой поляне, и они просто уходят в сторону. То есть у меня нет такого безусловного стереотипного деления там в форме значит враг. То есть я во всяком существе вижу человека, вижу адекватное поле для взаимодействия, для высказывания. Если просто его перевербовка предполагает слишком много времени, то мы этой перевербовкой не занимаемся. Если эта перевербовка невозможна вообще, то лучше ретироваться. Но за последние три-четыре года у меня не было ни одного случая, когда бы полиция применила чрезмерную форму насилия, большую, чем, например, к ней применяют сейчас trainwriter, авторы, когда они там кого-то избивают, стреляют, это намного страшнее. А повлияла ли смена названий с полиции на полицию, на поведение права в лицах органов? Ну, никак не повлияла, ты знаешь, тут… Я думал, что в большей степени повлияла… Это троллик. Я больше степени… Нет, я больше троллик, я хочу ответить. Я больше степени думаю, что повлияла такая простая вещь, что просто им всем выдали наконец информацию о том, что есть что-то кроме свода правил, и они просто стали читать книжки и ходить по улице. То есть, нет, вообще все это тоже люди. Какую информацию вы закладываете в свою работу? Какую информацию? Какую? Основную, вот, месседж. Главную информацию… Знаете, есть такой художник Юра Альберт, хотя я с ним не совпадаю идеологически, у него есть прекрасная работа, по-моему, 1982 года, где он размещает на последнем этаже пятиэтажного здания бобинный минитофон, подключает его к говорителю, и оттуда прочитывается запись, что искусство не содержит в себе никакой новой информации по отношению ко всем остальным человеческим жизненным формам жизнедеятельности. Вот главный мой посыл такой – ничего нового, интересного, безусловного, априорного мои работы вам не сообщат. Но, однако, я их делаю, ну, сделайте лучше. И что, доходят послания к сердцам? Процентов пять доходят, больше не надо. Какое отношение к написанию каких-то социальных, да, таких более плакатных лозунгов, граффити, требуем, хотим или, а давайте? Требуем, хотим, а давайте, я такого не предлагаю, как правило. Нет, это ваше отношение. У кого? Ваше отношение. Ну, если мне что-то надо, я просто беру и все. Нет, нет, если ты видишь какую-то… А, мое отношение к чужим работам? Ну, вы знаете, мое отношение простое. То есть, камень во все огороды левых художников, очень много деклараций, как говорили про Герцена и декабристов, в далеке от народа, очень много дискурса, очень много сложных слов. Вот я показывал работу, да, хочешь, значит можешь, можешь, значит сделаешь. Я стараюсь их не троллить, не обижать, это, ну, люди с тяжелыми психическими заболеваниями чаще всего. Это же может прочитаться вполне хочешь, значит можешь, ну, как бы, там, будешь успешным. Да пусть прочитается. Пусть, да, пусть человек добьется успеха в какой-то ужасной сфере, там, под названием торговля мобильным телефоном. И потом он, вспомнив, что в этом слогане было еще и какой-то имплицитный смысл, связанный с социальными, альтруистичными целями и задачами, просто скомпенсирует всю свою негативную деятельность какой-то благотворительностью и так далее. А какой средний период существования работы? Пока я на нее смотрю, она существует, только я ушел, ее нет. Все работы в городе, понимаете, сейчас энтропия такая, что важно только то, что вы видите и все. То есть многие вещи сохраняются, многие вещи потом приходится восстанавливать, но важен только процесс и только момент встречи с первым зрителем. А есть то, что на века осталось? Или, там, достопримечательность идет двора, осталось, например, гордости двора? Нет, наверное, нету, потому что правительство и администрация ведет борьбу с любыми формами увековечивания чего-либо, кроме лайтбоксов и керамогранита. Поэтому все там в течение года, двух, трех, пяти закрашивается, тягивается обратно новым баннером и так далее. Вопрос. Можно? Да. А в чем смысл БАФа чужих работ? Я еще могу понять, смысл БАФа собственных? Как это отрицание? Нет, подожди, ну смотри, очень просто. У тебя есть дом, ты где живешь? У тебя есть квартира? Да. У тебя гости приходят? Да. Они писают, как это твой туалет? Да. Они за собой убирают всегда? Да. Вот когда они убирают, ты сам за ними убираешь? Да. Вот так и я. Вот есть такое видение граффити, как информационного канала, как некой рубанистической коммуникации. И этот медиум, этот канал могут занять как люди, профессионалы, которые относятся к своей деятельности как к некому хобби или профессиональной деятельности. То есть это как у кого получается, но можно этот канал использовать как бы более демократично. То есть ты видишь эту коммуникацию, этот граффити как коммуникационный канал исключительно для профессионалов и какого-то их роста в этом жанре. Или что ты выступаешь, ну или поддерживаешь, например, то, чтобы граффити как язык принадлежал всем тем же активистам. Все, я пытаюсь найти картинку, иллюстрирующую твои высказывания. Ну, собственно, конечно же два, потому что, ну, проблема всех активистов, я конкретных людей сразу воспринимаю, в том, что они вообще неплохо с головой, но очень плохо с руками, ногами и прочими вот этими частями тела, отвечающими за процесс. То есть мне бы, наоборот, хотелось больше видеть не суббульдурного граффити. Потому что я вижу имена, я эти имена вижу уже 10-20 лет, они меняются, немножечко развиваются, немножечко деградируют. Активисты они придумывают, потом они встречаются с другими активистами, потом они все это обсуждают, потом они говорят, что там типа власть или бизнес, или народ не поймет, или на улице снег, холодно, залезают в свои норы, там запивают все это какими-то спиртными напитками и ничего не делают. Активистское граффити, низовое граффити, не субкультурное граффити. Граффити, так называемое, социальное. Это просто замечательно. То есть, ну, как бы я не считаю их лохами, но, в общем, все за лохов. Да, субкультурное граффити все нужно загнать в журналы и в галереи, и пусть все играют в игру getting up. А закрашиваешь ли ты граффити, вот такое народное, активистское правого толка, если видишь в горле? Ты знаешь, правое граффити я вижу довольно часто, но я не закрашиваю, потому что там такие смешные ошибки граффити, что оно само себя аннигилирует. Так, серия последних пар вопросов, потому что нас поджимает время. Есть какие-то еще? Активисты реагируют на кирпич подборных? Они реагируют очень мало, потому что почти все они озабочены вопросами лайков и ретвитов, и, в общем, они не реагируют. Реагируют водители, они обижаются, они достают кирпич, они шипят, надывают щеки. Ну, в общем, это без, скажем так, в общем, надо кирпичом все-таки в окно, а не подборных. Ну, я думаю, лучше мы не как думаем закончить какие-то фразы. Спасибо.